Нон лисит вос эссе Этот наш проект продолжит рассказ о тех страницах истории, которые малоизвестны, значения которых до сих пор не оценены и не осознанно, поскольку вопросы, которые ставит современность российская, очень часто в большой степени упираются в нашу советскую историю. Выставка рассказывает о событиях в городе Шуи, где произошло первое столкновение верующих с властями, о московском процессе церковников и заключении патриарха Тихона под домашний арест, о кампании в Петрограде и мученической кончине митрополита Вениамина Казанского. Мы должны вспомнить о том, что значит сопротивление злу, что значит сопротивление смерти. Люди защищали не просто свои ценности, не просто историческое наследие, не просто историческую культуру и память, хотя это само по себе очень и очень важно. Люди защищали свое человеческое достоинство, они защищали возможность своей веры, возможность достойной жизни. Поэтому мы такое значение придаем этой выставке. Документы, представленные на выставке, показывают, что духовенство и верующие на местах были готовы оказать реальную помощь голодающим и собирали большие средства. Однако советской власти было важно дискредитировать церковь. Разорение храмов и массовые убийства верующих сопровождались мощной информационной кампанией в прессе, призванной оклеветать церковь в глазах народа и на многие десятилетия посеять страх и недоверие между людьми. В ходе этой кампании власть очень активно пользовалась идеологической клеветой. И я думаю, что во многом эта клевета не развенчана и сегодня. И для того, чтобы увидеть, что это не так, действительно нужно было поднять много материала. В секретном письме членам Политбюро от 19 марта 1922 года Ленин пишет. «Именно теперь и только теперь, когда в голодных местах едят людей, на дорогах валяются сотни, если не тысячи трупов, мы можем и потому должны провести изъятие церковных ценностей с самой бешеной и беспощадной энергией, не останавливаясь перед подавлением какого угодно сопротивления. Изъятие ценностей, в особенности самых богатых, лавр, монастырей и церквей, должно быть произведено с беспощадной решительностью, безусловно, ни перед чем не останавливаясь и в самый кратчайший срок. Чем большее число представителей реакционной буржуазии и реакционного духовенства удастся нам по этому поводу расстрелять, тем лучше. Надо именно теперь проучить эту публику, так чтобы на несколько десятков лет ни о каком сопротивлении они не смели и думать». «Выставка эта вроде бы к 90-летию, но она еще очень важна и актуальна именно сейчас, но в свете последних событий, связанных с поруганием христианских святых церковных. И каждый человек, который, может быть, даже без экскурсовода придет на эту выставку посмотреть, сможет прочесть, познакомиться, узнать, то есть сам осмыслить, додумать, понять что-то». На выставке представлены редкие документы, газеты и фотографии 20-х годов прошлого века из архивов, библиотек, музеев Москвы, Петербурга, Шуи, личные вещи, принадлежавшие новомучникам и исповедникам российским. Выставка продлится до 20 августа. «Сейчас, когда снова общество задумывается о том, как вернуться к достойной жизни, жизни в духе любви и свободы, в жизни действительно достойной каждого человека во всех проявлениях этой жизни, начиная от тончайших, духовных, высочайших вещей, кончая простыми политическими, экономическими реалиями нашего времени. Сейчас, в это время, такого рода воспоминания, мне кажется, могут иметь особое значение». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова